В Шымкенте прошел конкурс национальных проектов, иницированный Молодежным ресурсным центром. В нем приняли участие около 120 предпринимателей. Победители пяти лучших проектов получили грант в размере 500 тысяч ценге. Смотрите подробнее в сюжете корреспондента. По итогам отборочного туры были отобраны 35 проектов и представлены жюри. В ходе мероприятия были представлены конкретные работы, направленные на улучшение окружающей среды. Участники конкурса выразили желание посредством действий оказать положительное влияние на жизнь общества. Цель конкурса – поддержка молодежи инициатив, социальных, образовательных, экологических стартап-проектов и проектов, направленных на улучшение инфраструктуры. Проект Динара Бенсеитова очень эффективен для теплиц. На реализацию этой идеи он работал шесть месяцев. По его словам, если инициатива будет реализована, фермеры могут компенсировать 20-30% потерь в год. Если проект был бы реализован по всей стране, это позволило бы сэкономить около 5 миллиардов тенге, говорит он. Мой проект называется «Умная система автоматизации в тепличных установках». Основная проблема, которую мы решаем, это получается сокращение затрат энергии ресурсов, человеческий фактор и оцифровывание бизнеса. То есть любой предприниматель, бизнесмен, который является владельцем тепличных установок, может контролировать через веб-приложение, мобильное приложение, через планшеты свою теплицу. Это помогает нам в год сокращать до 30% энергоресурсов переиспользования. Также, помимо этого, человеческий фактор, который не додали удобрения, не додали воду или передали и так далее, и так далее, такого формата. То есть мы решаем эту проблему комплексно. Мы внедряем в тепличные установки свои все датчики. Это датчик температуры, датчик освещенности, датчик влаги и так далее, и так далее. Мероприятие было организовано для реализации серии «100 новых идей». Государство предоставляет все возможности для поддержки социальных, образовательных, экологических стартап-проектов и инфраструктурных инициатив молодежи. Потому что таким образом мы хотим построить прекрасное будущее. Маржан Жураваир, Булмахашев, Новости.